Эфир телеканала ОТС продолжает программу «Экстренный вызов». В студии работает Ксения Смотрова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Переправляли мигрантов сотнями и в итоге оказались за решеткой. 12 пожарных расчетов на один заброшенный барак. Почему горят расселенные дома? Пироманы наносят ответный удар. СНТ «Тайфун» снова в огне. Начинаем с ДТП сегодняшнего дня. Объединение в Калининском районе города маршрутный автобус сбил мальчика-велосипедиста на пешеходном переходе. Сначала помощь пострадавшему оказывали свидетели ДТП, затем приехала детская реанимация. Подросток был в крайне тяжелом состоянии. Врачи пытались вернуть его к жизни прямо в автомобиле, но, увы, по нашей информации, ничего не вышло. Ребенок скончался. В Новосибирске сегодня простились с участковым, тело которого нашли в отделе полиции. Предположительно, участковый покончил с собой на рабочем месте. В дворе советского отдела полиции собрались несколько десятков человек. Это родственники, друзья, настоящие и бывшие коллеги Виталия Задорожного. Многие из них уверены, что офицера довели до предела. Согласно одной из версий, причиной суицида послужил длительный конфликт с начальницей. Якобы она вынуждала подчиненного уволиться. Даже в тот день коллеги участкового слышали ругань, затем раздался звук выстрела. Следственный комитет начал проверку по факту смерти капитана полиции. Известно, что сотрудники погибшего уже дали показания, но поверили им в службе собственной безопасности еще вопрос. Та самая начальница до сих пор на своем рабочем месте. Во время прощания с Виталием Задорожным женщина во дворе отдела не появилась, хотя по нашей информации находилась в своем кабинете. Двое жителей Новосибирска предстанут перед судом за убийство 87-летней пенсионерки. Они задушили ее удлинителем и украли так называемые похоронные деньги. Один из убийц узнал, что у бабушки-соседки есть как минимум 100 тысяч рублей и решился на ограбление. На дело позвал знакомого. Подельники били старушку руками и ногами. А после того, как она рассказала, где лежат сбережения, задушили ее. Помимо денег они забрали кошелек с пенсией женщины и мобильный. На следующий день они вернулись в дом бабушки и прихватили с собой еще и тонометр жертвы. Преступление было раскрыто по горячим следам. Однако, находясь под стражей, один фигурант умудрился заработать еще статью. Он уничтожил несколько постановлений о назначении судебных экспертиз. В ближайшее время это дело начнет рассматривать Новосибирский областной суд. Осуждены двое организаторов незаконной миграции. Остальные члены группировки пошли как свидетели преступления. Пограничники Новосибирской области поймали фигурантов с поличным прямо в момент оформления очередных липовых бумаг для приезжих из среднеазиатских республик. Ленинский суд признал их виновными и приговорил бизнесменов с двум годом лишения свободы. Всех отправили в колонию общего режима. Сама операция пограничников проходила летом прошлого года в офисе, который арендовали осужденные. Тогда были изъяты паспорта иностранцев, патенты, сертификаты о знании русского языка и законов Российской Федерации. Это необходимые условия при трудоустройстве, а также бланки регистрации и деньги. Всего полный пакет липовых документов для 300 человек. Этой ночью в Кировском районе города жильцов дома на улице Петухова разбудил вой пожарных сирен. Во дворе полыхали киоски. Вызов поступил в 2.30. Огнеборцы в считанные минуты были на месте. В 3.07 уже доложили о полной ликвидации ЧП. Огонь повредил деревянную обшивку строений. Люди не пострадали. Ларьки установили недавно. В эксплуатацию ввести не успели. Пожарные заметили, что окна киосков были разбиты. Отознаватель на пепелище обнаружил два независимых очага. Скорее всего, это был умышленный поджог. И сразу в продолжение темы. Целый блок огненных происшествий. Огонь уничтожил три заброшенных дома всего за сутки. В Новосибирской области горели ветхие здания. Причем на этот раз не обошлось без жертв. Возгорание на улице Третий переулок Серафимовича произошло в вечернее время. Пламя быстро распространилось по деревянным перекрытиям и охватило практически все здание. К прибытию пожарных давно заброшенный барак уже вовсю полыхал. На место ЧП огнеборцы стянули внушительные силы. 12 спецавтомобилей и почти 4 десятка бойцов. Им потребовалось около часа, чтобы справиться со стихией. Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Сотрудники спасательного ведомства полагают, что ветхое строение загорелось из-за неосторожного обращения с огнем. В данном случае обошлось без пострадавших. Но буквально в тот же день похожее происшествие унесло человеческую жизнь. Один из трагических пожаров произошел в Ордынском районе. Здесь лицо, не имеющее определенного места жительства, использовало заброшенный частный дом в своих целях. И наиболее вероятным причиной пожара послужила неосторожность при курении. В настоящий момент узнаватели выясняют все причины. Еще одна ветхая двухэтажка горела недалеко от центра города на Красном проспекте 167. Это здание также давно не эксплуатируется. Пожарным пришлось гнать туда технику, задействовать личный состав. Между тем, подобные ЧП в Новосибирске и области происходят регулярно. Брошенные бараки зачастую стоят годами. Вход туда обычно свободный, и этим вовсю пользуются всевозможные маргинальные элементы. Лица, ведущие о социальный образ жизни, о противопожарной безопасности, беспокоятся в последнюю очередь. В своих временных жилищах они активно употребляют алкоголь, курят и разводят костры прямо в помещениях. Поэтому расселенные дома давно уже стали настоящей головной болью для огнеборцев. Причем тушить подобные объекты крайне непросто. Сам факт пожара является достаточно поздным. То есть там никто не проживает, тот человек, который стал виновником возникновения пожара, убегает. И пока клубы дыма и языки пламени не вырываются наружу, очевидцы его не могут обнаружить. И естественно сообщение в пожарную охрану не поступает. По прибытию пожарных подразделений, как правило, площадь пожара уже достаточно существенная. С учетом того, что это старые дома, естественно, там имеются деревянные перегородки, деревянные перекрытия. В результате пожарные вынуждены задействовать большие силы и тратить много времени на ликвидацию таких возгораний. Единственный выход здесь – как можно оперативнее сносить никому ненужные развалюхи. Леонид Лишенко, Светлана Антимонова, Тарас Тарасов. Экстренный вызов. Решил округлить счет. Цинично, но очень похоже на правду. Сразу после выхода в эфир нашего сюжета о проблемах пашинских дачников. Неизвестный злоумышленник нанес очередной удар по СНТ «Тайфун». Теперь на счету пиромана ровно 20 пожаров. И это только за неполный год. Полностью выгорел сарай, погреб и посадки, которые были на участке. Был погреб, сгорело два сарая рядом еще. На следующий через ночь сгорел еще гараж. Пожар начинается внутри. То есть это явный поджог. Это явное уголовное дело. Эти люди накануне рассказывали о своих бедах. О том, как всего за несколько месяцев, в пяти минутах ходьбы от улицы Флотская в Пашино произошли 18 пожаров. Огонь уничтожил почти три десятка построек СНТ «Тайфун». Садоводы заподозрили. Их участки выжигают, чтобы построить на этом месте коттеджи. Дачники пожаловались во все инстанции, но таинственный пироман снова оказался быстрее сыщиков. Вчера вечером, буквально через пару часов после выхода нашего сюжета, он опять полез в чужие огороды. Горело несколько садовых домиков, равноудаленных друг от друга. В ходе проведения проверки по данному случаю было установлено, что садовые домики не электрифицированы, отсутствовало печное отопление. Основными версиями причин пожара в данном случае рассматриваются как умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Таким образом, количество пожаров в маленьком садоводстве увеличилось уже до 20. Собранные материалы дознавателя МЧС передадут полицейским. А пока практически каждую ночь значительные силы пожарных в Калининском районе стягиваются в Пашино. И это уже опасно не только для дачников. Ведь случись, что в другом месте, и огнеборцы могут элементарно не успеть. Анна Скоктера Старасов, Евгений Агеев. Экстренный вызов. А дальше, внимание, розыск. Мужчина исчез из собственной лодки во время рыбалки недалеко от острова Кораблик. Транспортные полицейские обнаружили пустое плавсредство еще 22 сентября. Лодка находилась в 50 метрах от берега, стояла на якоре. Приметы пропавшего. Рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения. Кожа смуглая, волосы седые. Был одет в камуфлированный костюм с капюшоном. И последнее. Второй день в соцсетях обсуждают странные действия нудиста на железнодорожной станции Иня Восточная. Обнаженный молодой человек бегал по рельсам и не осознавал, что происходит. Очевидцы, предположив, что он находится под воздействием наркотиков, вызвали полицию. Так вот, сегодня мы узнали, мужчину передали в спецбригаде медиков. Вероятнее всего, он болен. Ты че встал-то, б***ь? Слышь? Слышь, б***ь. Че с ним делать-то? На этом все. Берегите себя. С вами была Ксения Смотрова. Увидимся на канале ОТС. Субтитры подогнал «Симон»!